Здравствуйте! С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. В Польше введены новые ограничения. Посольство Украины в Польше прекращает работу консульского отдела из-за коронавируса. Польша и белорусы отметили День свободы Беларуси. Польши могут ввести комендантский час для населения. Во Вроцлаве пройдут дни открытых дверей в вузах города. Из-за коронавируса в этом году онлайн. Бордель в лоте получил от государства 175 тысяч злотых для поддержания работы. А теперь подробнее. В Польше с 27 марта введен более жесткий локдаун. Субботы закрыты мебельные и строительные магазины площадью более 2000 квадратных метров. Торгово-развлекательные центры остаются закрытыми. Работать в них могут только продуктовые магазины, аптеки, газетные киоски и книжные магазины. Ясли и детские сады не работают с понедельника. Они могут принимать детей только медработников и правоохранительных органов. Ограничено количество людей в церквях и костелах. На одного человека должно приходиться 20 квадратных метров. Введено ограничение для людей в магазинах, рынках и почтовых отделениях. Спортивные объекты для простых граждан закрыты. Ими смогут пользоваться только профессиональные спортсмены. По словам премьер-министра Польши, страна переживает самый тяжелый момент пандемии за последние 13 месяцев. В сутки количество больных увеличивается более чем на 30 тысяч человек. На данный момент ограничения продлятся до 9 апреля. Страна рассматривает возможность введения комендантского часа, если ситуация с заболеваемостью на коронавирус будет ухудшаться. Министр здравоохранения Адам Недельский прогнозирует, что кульминация третьей волны пандемии может наступить около пасхальных праздников. В последние несколько дней заболеваемость превышает более 30 тысяч больных за день. Министр здравоохранения отметил, что если в течение этой недели динамика больных не улучшится, власти рассмотрят возможность введения комендантского часа. Многие страны уже приняли такое решение. «Мы учитываем все сценарии, как оптимистичные, так и темные», – признал министр здравоохранения. Недельский отметил, что состояние действительно критичное, и поляки должны об этом знать. Сейчас не время думать о том, как избежать введенных ограничений. В рамках антикризисного счета фирма из Лоди получила 175 тысяч злотых. Все бы ничего, но фирма предоставляла сексуальные услуги в одном из ночных клубов. Полицейские Лоди несколько месяцев наблюдали за работой ночного клуба. Правоохранители установили, что под прикрытием краткосрочной аренды комнат преступная группа занималась утенерством и отмыванием денег. 16 человек выполняли различные функции, как поощрение и набор женщин, их надзор, защита, доставка клиентам или размещение объявлений в интернете. По данным следователей, час пребывания в гостиничном номере составлял 300 злотых. Расследование выявило, что была подана заявка на финансовую помощь в рамках антикризисного счета. Таким образом, преступники пытались получить еще более 175 тысяч злотых. Задержанным было объявлено 31 обвинение об участии в организованной преступной группе, получении выгоды от чужой проституции, отмывании денег и хранении наркотиков. Кроме того, двое человек получили обвинение в экономическом мошенничестве. В Польше белорусы 25 марта отметили День свободы Беларуси. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. Этот день особенный, поскольку уже само слово «воля» теперь имеет особый смысл. Воля, наконец, стала чем-то, что можно взять в руки и даже передать другим поколениям. День воли 2021 был особенным даже для тех, кто сейчас далеко от Родины. В Авросове прошел марш свободы. Местом встречи была площадь свободы. Мэрия выдала разрешение на проведение марша только на 5 человек. Участников же было около 200. Полиция изначально не разрешала проведение марша, но после недолгих переговоров все же пошла навстречу. Белорусы Врослова прошлись от площади свободы на главную площадь Врослова. Они пели белорусские песни, несли символику своей Родины, цветы и плакаты. Акция прошла мирно и под контролем полиции. Вечером же на фасаде городского стадиона Врослов появилось изображение белорусского флага. Он был подсвечен цветами флага Беларуси в знак солидарности города к восточному соседу. Посольство Украины в Польше проинформировало о временном прекращении приема граждан в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Консульский отдел посольства Украины в Республике Польша не будет обслуживать граждан в период до 9 апреля. Консульская помощь будет предоставляться украинцам в случае чрезвычайных ситуаций. Смерть граждан Украины – угроза их жизни или потеря паспорта. Как сообщается учреждением, всем гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди на совершение консульских действий на период с 29 марта по 9 апреля, на адрес электронной почты, указанной при регистрации, будет отправлено сообщение о новых сроках визита. Когда откроется консульский отдел посольства Украины, будет сообщено дополнительно. Следующая информация заинтересует будущих студентов, которые планируют учиться во Врославе. Университеты города приглашают кандидатов на учебу для участия в Днях открытых дверей. Это онлайн-презентации и встречи в форме лекций и бесед, где группы студентов могут организовать индивидуальные виртуальные онлайн-встречи с представителями университета. Во время встреч студенты могут узнать, какие направления обучения сейчас наиболее популярны, какие документы необходимы, какие стипендии предоставляют университеты. Такую форму предлагает и Врославский университет. Врославский технологический университет приглашает на онлайн-дни открытых дверей, запланированных с 19 по 23 апреля. Можно выиграть гаджеты от Врославской политехники. Университет естественных наук приглашает на дни открытых дверей 8, 13, 15, 20 и 22 апреля. Экономический университет предлагает виртуальный день открытых дверей 14 апреля с 11.30. Академия искусств запланировала серию вебинаров по процессу набора на апрель и май. 29 марта Высшая банковская школа организует виртуальный день открытых дверей с 17.00. Планируете начать обучение во Врославе? Не упустите шанс узнать полезную информацию о каждом из университетов города. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться. Продолжение следует...